Доброе утро! Доброе утро! Ну, что скажешь про женственность и её необходимость? Да, загадочная тема, она очень близка к теме, что такое настоящая женщина, и тут же возникает вопрос, а что такое настоящий мужчина? Всё-таки, когда мы говорим о женственности или о маскулинности, заметьте, что в нашем языке, когда мы говорим мужественная женщина или женственный мужчина, если мы будем запараллеливать эту историю, то женственный мужчина вызывает много вопросов. А мужественная женщина вопросов не вызывает вообще никаких, и более того, мужественная женщина идёт в таком комплементарном разрезе. Это очень странно, потому что язык – это же самый надёжный инструмент определения отношений между людьми в обществе, в том, в котором он живёт, язык. И поэтому у нас такая вот история получается, что всё-таки слабая женщина, вот ту, которую ты описала, да, вот которая вообще не поймёт, чего хочет, это скорее такое баловство юности. Когда мужчине нужно в полный рост показать, притворить, попробовать свою мускулиность. А поскольку в юности большой уверенности нет ни у кого, и в своих внешних данных, и в каких-то других проявлениях себя, учитывая утренний эфир, я буду некоторые вещи закруглять. Вот, и поэтому, тем не менее, да, вот нету этой уверенности, её, в принципе, никогда нет, а вот в юности она особенно тяжела. То есть это время примерки каких-то ролей в попытке себя найти. И как бы опыт собственной мышцы накачанной. И тогда вот юная хрупкая девушка, не знающая, чего она хочет, это лучший совершенно объект для того, чтобы проявить эти свои качества. Потому что в это время молодому человеку кажется, что он знает всё, он знает, чего хочет, мало-то он знает, чего хочет она. И начинается, вот это, в общем-то, очень часто неплохая история, когда он скачет на коне вокруг, а она, как принцесса в замке, сидит. Но это длится обычно очень недолго, совсем в такой вот юности-юности. А потом начинается история, история начинает переворачивать вот эти вот роли. И мужчина, уже дойдя, наверное, до возраста ближе к 30, он начинает искать соратницу, подругу. И вот это скакание на лошади у него прекращается. Но какая подруга ему нужна? Ну вот подруга как соратница, всё-таки боевая... Подруга-друг? Подруга-друг, подруга, которая подставит плечо, которая поймёт, которая разделит. Вот мы сейчас узнаем, так ли это. Да, вот это очень интересно узнать. 730-101-495, Кот Москвы, телефон эфирной студии. Алло, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. Ой, доброе утро, милые девушки. Меня зовут Максим, я из города Твери. Слышно нормально, я просто через гравитацию говорю. Да, Максим, всё отлично. Слышно вас очень хорошо. Спасибо, да, я хотел о себе любимом, да, поговорить? Конечно, да. И поговорить, немножко рассказать, да. Что такое мужественность, что такое женственность, не буду давать определений, но вот у меня лично, значит, был опыт. Я сидел своей с дочкой в декретном отпуске. Красно. Тогда жена родила, она, ну, буквально полгода, наверное, когда нужно было ребёнка кормить. Вот, она посидела дома, но на тот момент она просто зарабатывала в два раза больше меня. Ну, и ваше общее решение было, что лучше так и оставить, да? Это было общее решение, да, потому что, ну, у меня не было возможности как-то вот прямо сейчас резко снять работу, резко получать денег. Вот, и совершенно, абсолютно, спокойно. Вот, я посидел своей дочкой 9 месяцев. Более-то, да. На тот момент мне был 41 год, сейчас дочке уже 12. Значит, я что хочу сказать, я не считаю этот поступок каким-то мужественным. Никто из моих друзей, близких и знакомых не считал, что я как-то повёл себя по-женски, там, по-дурацки, неправильно, не по-мужски. Совершенно глупо. Вот, более того, я видел, как бы дочь на свет появляется. И вот... Не многие, не многие на это согласятся, мужчины. А, ну, это, опять же, было... Это не потому, что я хотел как-то себя проявить, да, вот я такой крутой, нет. Ну, просто жене на тот момент было уже 39, это было страшно, ей было страшно, ей было... Вот, она сказала, можешь побыть с одной, я говорю, конечно. Вот, с её стороны, я считаю, этот поступок был мужественным, если такой термин к женщине подходит, да? Ну, собственно, ну, наверное, вот, а определение мужественности с женственностью, нас определяют поступки, или то, как наши поступки оценивают другие, я не могу сказать. Спасибо, Максим, великолепный звонок. За вашу историю. А вот тем временем нам в WhatsApp, Лен, пишут следующее. А как быть с тем, что в каждом из нас есть и женское, и мужское начало? Безусловно. Прошу прощения, очень смешное сообщение. Будь мужиком, женщина. Так вот, да, и женское, и мужское нас есть. И женское, и мужское нас есть, и они проявляются иногда в разных совершенно ситуациях, особенно странно это бывает оценивать задним числом, и это связано с историей жизни, вот это проявление, вот совсем недавно как раз была ситуация, и я, собственно говоря, сама её проходила. Я даже вам, по-моему, рассказывала, как я вдруг почувствовала себя совершенно в другой роли, далёкой от женской, но, правда, ещё почему-то перенеслась в эпоху Пугачёва. Нет, ну это моя бредятина была такая, я слишком много начиталась про эту историю. Вот, но, тем не менее, действительно, обнаруживать в себе и внутренним взором вдруг видеть, что ты сейчас ощущаешь себя вовсе не вот, причём это не связано со слабостью, это не связано, что когда женщина, то слабая, когда мужчина, то сильная. Нет, это связано с какими-то совершенно другими коннотациями, вот оно перещелкивает, и, возможно, я так предполагаю, что особый тип ответственности, например, за безопасность, да, там, скорее, исторически мужское начало выходит на передний план, и женщина в какой-то момент, когда она ведёт себя мужественно, да, она как раз в этот момент больше чувствует себя мужчиной, но мы не всегда даём себе в этом отчёт. Так, ну если есть те, кто считает, что женщина не должна быть сильной, и вообще сильные женщины вас отталкивают и пугают, тоже пишите, звоните, 731-495, год Москвы, мы продолжим этот разговор. Хороший ты парень, Наташка, пишут наши слушатели. Новосёлого тайм Слушайте, ну просто разрыв, разрыв телефона линии, все сразу мигают, мы даже не успеваем разговаривать с вами, срывается звонок, давай возьмём 731-495, год Москвы, и, напомню, с психологом Еленой Новосёловой, мы разговариваем про женственность, её необходимость и мужественность уже сюда вписалась, да, потому что мы не забывали. Ну, коллеги, перед тем, как мы перейдём к общению со слушателем по телефону, прекрасное сообщение от Оли из Москвы с определением женственности. Так. Женственность — это умение женщины прятать своего внутреннего ВДВшника. Доброе утро, доброе утро, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, Москва. Значит, что касается характера и женственности, я считаю, что женщина, у женщины, ну, у женщины может быть твёрдый характер, при условии, что он не слишком твёрдый, иначе тогда мужчине придётся жить жизнью этой женщины, а не совместной. Вот так. Это раз. Ага. Да. То есть это очень тяжело. Я сталкивался с такой женщиной, она красивая, там умная, много-много определений, но она заставляет мужчину жить своей жизнью. Не мужчина, а женщина. А мужчине это тяжело. Далее, значит, касаемо мужчины, ну, роли женщины. Ну, во-первых, это закреплено в Конституции. Конституции женщине никто не мешает, там, водить поезда, там, быть грузчиком, но они почему-то отказываются. Поезда нельзя. Так, да. Ну, а быть грузчиком почему? Идите, там, в пожарные. Да, с удовольствием. Только в пожарные тоже нельзя. Спасибо за ваш звонок. Ну, Клент, давай прокомментируем. Вот это отношение по поводу того, что женщина, которая сильная и сильным характером, да, она не подходит мужчине. И должна, чтобы не ущемить мужчину, должна притихнуть. Никто, конечно, никому ничего не должен, какими мы родились, такими и родились. Вы знаете, есть хорошая метафора отношений мужчины и женщины, потому что исторически все-таки мужчина — это вертикаль, это закон для семьи, для жизни. И от него и ожидается именно это. Вот мужчина — это берега, а женщина — вода, женщина — утёс. Ой, мужчина — утёс, допустим, да, а женщина — река. Так вот, если утёс высокий, неприступный и жёсткий, вода покрутится, покрутится и убежит. Если же берега слишком болотистые, низкие и не держат линию... То зальёт. То зальёт, затопит и будет болото. Собственно говоря, это вытекает из структурности физиологической, психологической женщины. Женщины более гибкие, более адаптивные, более приспособленные ко всему, всем изменениям в жизни. Их природа наделила нас, наделила такими свойствами. И женщина имеет мышление обычно очень неоднозначное. Это мы, женщины, как правило, думаем одно, говорим другое, предполагаем третье, опасаемся четвёртого и делаем пятое в отношениях. Не потому что мы такие ужасные, а мы прекрасные. Но просто из-за вот этой вариативности, адаптивности женщины, ей необходимо иметь всё это в голове, такую вариативность возможных действий. Мужчина более прямой и более строгий во внутреннем мире. И я всегда говорю, дорогие дамы, если мужчина что-то говорит, то 99,9% скорее всего это так. Да, вот когда он что-то озвучивает. Но женщине это очень трудно понять, потому что это ложится на её восприятие. Потому что женщина многозадачная. Многозадачная. Да, конечно, мужчина сошёл бы с ума, если бы надо было бы одной ногой качать детскую коляску, другой варить, помешивать суп и в это время прижимать ухом телефон, разговаривать. И ещё одной рукой что-нибудь записывать. Но это действительно очень сложно. При этом прекрасно выглядеть. Да, при этом прекрасно выглядеть. Да, вот как раз именно с этой интонацией. Очень хорошо ты её повторила. Вот это всё совершенно для мужчины невозможно. Женщины справляются, как ни странно. И во многих бытовых мелочах мы видим эту разницу, природную разницу мужчины и женщины. Если же женщина заставляет мужчину жить на своей территории условно, территории интересов, территории чувствований, территории подхода к жизни, вот её мировоззренности. Так это вопрос к женщине или к мужчине? А это вопрос к паре. Кого-то это может. Он заставляется, значит, его это устраивает. А иначе она по-другому, очевидно, не может. Но пары никогда случайно не складываются. Всегда они что-то компенсируют друг в друге. Поэтому здесь проблем это нет, если люди нашли друг друга. И мужчине, может быть, очень удобно жить под таким крылом, если в нём много женственности. Если он не стремится быть, что тоже совершенно нормально, это нехорошо, неплохо. Это так и всё. Разговор продолжится в студии «Серебряного дождя». С вами Елена Новосёлова, Виктором Набытовым и Дарья Гордеевой. Сейчас нам сразу пришло сообщение, если Виктор начнёт шутить про Таиланд и мужественных женщин, тресните его. Елена, запомним это. Новосёлова Тайм Ну вот, наконец-то можно нормально говорить про женственность, потому что пришёл единственный нормальный человек в студию. Мужик. И вот с этой позиции нормально говорить про женственность. Ле баба и ле мужик. Бон матан, дорогие друзья. Типа доброе утро, здрасте. Здоровенькие. Дарья Гордеевна, зад Виктор Набытовым, три часа под серебряным дождём. Значит, давайте коротко скажу, что у нас в следующем часе, кстати, замечательная совершенно девчонка будет. Зовут её Аня, она, наверное, один из самых известных сейчас блогеров, ютюберов. И у нас в следующем часе будет посвящён, так сказать, собакам. Вау. С собакам, там у нас много всё заготовлено. С собанечкам. О, да нет, всё будет, всё будет не так, конечно. Прянешна. Вот. Ну, а последним часом Николай Кальчев с Ванидзе, и с ним обзор главных общественно-политических событий недели будет жарко. Естественно, не пропустите, или потом посмотрите у нас на сайте или в ютюбе. Да, я напомню, друзья, видеотрансляция идёт на канале «Серебряного дождя» в ютюбе, а также на нашем сайте www.3wsilver.ru. Елена Новосёлова в студии «Серебряного дождя». Доброе утро. Радостная какая-то, счастливая. У меня причина есть. Что случилось? А вы вот меня спрашиваете, а я даже не знаю, как вам ответить. Как? Что такое? У нас завершается через три дня, два дня, в воскресенье очередной выпуск «Школы эмоционального интеллекта». Так. И я вам хочу сказать, что основной состав группы — это слушатели «Серебряного дождя». Передавали нашей программе всему дождю приветы и самые-самые тёплые пожелания и прям любовь. Прекрасно. Можно в конверте это передать в следующий раз, и мы будем окончательно счастливы, чтобы... Следующий. Вы это в госзепе получите. Что будет свидетельствовать о том, что у посетителей твоей, абитуриентов твоей школы «Эмоционального интеллекта» не только развит эмоциональный интеллект, но и обычный классический. Несомненно развит, но просто это подлежит отдельному обсуждению. А 9 февраля у нас стартует группа для тех, кто далеко. Онлайн. Группа эмоционального интеллекта. Всю информацию, кого... Вы ещё можете успеть легко. Короче, новоселово, нижнее подчёркивание, тайм в Инстаграме. You're welcome. И вы будете сидеть так же, как я сегодня, как натертый пятак. На пятак можно посмотреть, пожалуйста, прямая видеотрансляция. Пятак можно обменять на макароны. Женственность, слабость или сила? Давайте сразу несколько сообщений. Женственность, слабость или сила? Такая у нас сегодня очень любопытная история. Плюс 7903-7976-333-T-SMS, он же WhatsApp. 730-101, наш телефон в студии, ничего не меняется. Давайте, кстати, начнём со звонка. Да, давайте. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Так, одни мужики звонят, естественно. Здрасте, да. Доброе утро, Валерий. Интересная тема, но давайте я вам сейчас попробую кратенько объяснить, как это вот с точки зрения антропологии выглядит. Вот это поведение мужчины и женщины, это такой социокультурный стереотип, который имеет биологические корни, потому что мужчина кормит женщину, одевает и охраняет жильё, а женщина, соответственно, вынашивает ребёнка, потому что ребёнка вынашивает женщине, и это не совсем то же самое, потому что мужчина не делает ребёнка, вот поэтому там биологические роли разделены, и этот стереотип очень устойчивый, потому что у неё биологический корень. Но кроме того, женщинам, на самом деле, среднестатистическим, это очень удобно, потому что на самом деле, если она сидит дома, а ей там покупают не только мороженое, а там туфельки, шубки и пошкаен, то это вообще замечательно, и этот стереотип тоже устойчивый. С другой стороны, мужчинам как бы это нафиг не нужно, но на самом деле для мужчины сейчас, помните, мы с вами говорили про пауз, да, помериться невозможно, но мужчина меряется чем? Вот зарплата, машина и всё остальное. И мужчины на самом деле, скрипя зубами, этот стереотип тоже поддерживают, что у них всего много, и, соответственно, женщинам это как бы тоже перепадает. И всё это классно. И западный мир старается это разрушить, всякие семинизмы пытаются внедрить, и всякие гендерные фигни, а на страже традиций стоит РПЦ, которая вот хочет, чтобы вот этот стереотип был устойчивый. И на самом деле не очевидно, кто победит, потому что, может быть, те слом стереотипов приведёт к какой-нибудь ужасной фигне, когда вот сейчас получается, что лучшим самочкам достаются лучшие самцы, а там всё перемешается, вообще непонятно, какой будет человек там с рогами и с хвостом, а у нас, возможно, всё будет хорошо. Но, может быть, они двинутся вперёд, а мы так вот в своём этом скандовом корыте и будем сидеть. Но ведь речь идёт о том, Валя, на самом деле вы затронули очень любопытную тему, которая выходит далеко за рамки женственности и мущественности. Мы говорим о том, что вообще к концу века человек уже может не быть человеком, выйти за рамки как бы гендерного различия на мужчин и женщин, да, и как бы формирование некого единого человека. Правильно? Вы же об этом говорите. Либо мы вернёмся в классическую, вот как, что нам в Конституции предлагают сейчас зафиксировать, что брак — это союз мужчины и женщины, да, формулировку такую внесли. Но это даже не 20-й век, не 19-й, а 17-й. 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 Конечно. Спасибо, Валерий. Это, кстати, Валерий, который всегда тебя щемит, потому что он, видимо, твой коллега очень профессиональный. Я очень рада, когда он звонит, потому что мы практически говорили о том же только другими словами, что есть эта биологическая разница и есть культурный код. Но дело в том, что культурный код, который 15 тысяч лет работал при создании нуклеарной семьи или вообще семьи, понятие семьи, он сейчас действительно меняется. Он меняется вот на территории нашей страны с 17-го года, да, когда мужчина и женщина начали получать одинаковое образование, одинаковое воспитание. Их готовили к одним и тем же подвигам трудовым или нетрудовым и так далее. То есть само время, а уж не говоря про сейчас... То есть приоритет социальной надстройки надо, естественно, природным разделением, так сказать, половых ролей. И, собственно говоря, так и двигалась вся история человечества, что социокультурный приоритет менял эти самые отношения внутри семьи. И когда мы говорим, что РПЦ пытается удержать в старых рамках, вот по моему ощущению, потому что я читаю, вижу и изучаю, это вряд ли удастся, это может на какое-то время искусственно сдержать эти изменения. Безусловно, безусловно. Но изменения финансово-экономического состояния и культурно-технологического не позволят жить по законам 17-го века. Да, коллеги, ну вы знаете, я вам хочу сказать, ортодокс, это нас тоже слушают. Это замечательно, ортодокс, и привет. Я не понимаю, что значит мужчина, позволивший себе женственность. Если ты женственный мужик, то ты баба. Сразу все собрано в этом сообщении. Ну вот ортодокс высказался, да? Оскорбительное вот это, да, сравнение. Да, то ты баба. Почему должно это обижать? И почему женственный, мягкий, теплый мужчина, который может дать очень много семье с точки зрения эмоционального контакта с детьми, с женой, а у жены успешность, и у нее мускулинная часть, такая мужественность, мускулинная часть выражена ярко, но они прекрасно взаимодействуют. Вот эти обзывалки всякие, да? Да, да, да. Это страх. Это страх. Это страх, конечно. А вот смотри, когда мериться... Ты себе не можешь в этом признаться. Ты не можешь себе в этом признаться. Да. Ведь проще сказать, я мужик, я заколочиваю бабки, ты сиди беременна. На самом деле классные, самоуверенные, самореализованные женщины, они подобные. Иногда принимают, но очень часто не принимают. И от таких мужики, кстати, самоуверенные, с кучей с миллионом баб, которым просто купить, потому что у них есть бабки, проще с бабками отделаться. Вот они туда-сюда, они такие все мужественные, а таких они зубки-то ломают, и таких хотят. Конечно. Тайно хотят. Тайно хотят. Почему хотят? Конечно. Потому что будет одержана победа главной крепости. Все то же самое, ничего не меняется. А вот смотрите, как у нас так Руслан из Казани, с другой стороны, решил зайти и спрашивает, а может быть, милосердие является основой женственности? Вот это мне нравится этот ответ, потому что в милосердии есть гибкость, милосердие выше закона, милосердие это умение... И милосердие не такое рациональное. Да, оно... Но только если мы не берем милосердие Владимира Путина, который отпустил девушку израильского в обменного Александровского подворья, в Иерусалиме такое коммерческое милосердие. Да, вот это очень хорошая мысль про милосердие. Это действительно, наверное, и исторически очень важная черта, потому что мужчина, который изначально на полях битвы защищал свой дом, милосердие он мог, конечно, проявить, но это было опасно для его дома, потому что неизвестно, чем это милосердие обернется. И таким образом мужчины избегали милосердия, потому что оно было опасно просто. А женщины нет. Женщины милосердие это пожалеть, пожалеть в таком добром смысле. Смотрите, да, Лен, сейчас мы перейдем еще к звонкам. Вот еще такой вопрос в наш WhatsApp. Такой вопрос. Когда говорят мужественная, храбрая женщина, это комплимент. Но при этом не плачь как девчонка, что ты как баба, это уничижительная история. Девчонка-пацанка это что-то прикольное, дерзкое и прочее, но женственный мужчина это не ок. Быть женщиной это что-то плохое и вторичное получается. Да, у нас замечательные здесь происходят. Да, по-моему, вы никогда не услышите фразу «стань ты женщиной», но на каждом углу вы услышите «да будь ты мужиком» и «стань мужиком». Но это еще связано с тем, что мужчине, чтобы стать мужчиной, надо пройти определенный путь, а женщина практически рождается женщиной и остается. Так природа задумана. Да, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, доброе утро. О-о-о-о. Это Наталья. Да, Наташка, давайте только коротко, если можно, Наташ, нам... Да, хорошо. Да, коротко, емко. Ну, как мне сын говорил, мам, ты у нас и мама, и папа. Ага. Я сама зарабатывала деньги, сама получала квартиры. Я опиралась всегда на себя, и это, в общем-то, самое надежное. Ага. Я женщина-друг, товарищ и брат. О-о-о, спасибо большое Наташка, наша постоянная слушательница. Спасибо. Замечательно все в мужском роде. Ты знаешь, да. Я не подруга, я не сестра, и я не помощник, там, помощница, да, мужчине или еще как-то. Я друг, товарищ и брат. Вот смотри, секунду, одну секунду. Даже слов нет таких. Вот часто бывает. Часто бывает, не только в России, кстати, во всем мире, когда действительно, значит, там ребенок остается женщиной, женщина зарабатывает, получает квартиру, там, реализуется, как-то воспитывает, дает образование и прочее, прочее. Значит ли это, что она становится мужественной? Нет. Нет, не значит. Не значит. Потому что все это все равно, вы покупаете за деньги. Вы же женщиной не перестаете. Вы покупаете за деньги, потому что социум дает возможность вам реализоваться и даже зарабатывать больше, чем мужчина, правильно? Нет, это совершенно не показатель, что женщина становится мужчиной. Хотя она берет в плане ответственности на себя за семью еще и мужскую часть. То есть она носит юбку и брюки, но юбку она носит все равно. Ну, имея в виду вот ее женскую составляющую. Но при этом, обрати внимание, это как бы мужская часть. Это главный предмет гордости всегда для женщины. Женщины редко гордятся. Ты знаешь, я такая хорошая мать, я так прекрасно готовлю. Они этим редко хвастаются. Да, зато у них огромный комплекс плохой матери и несоответствие понятию материнства. Ну, то есть это как бы априорно. А вот когда женщина еще сама все сделала, это колоссальный повод для гордости. Конечно, конечно. И вот как раз вступает в противоречие с традицией. Вот это внутреннее состояние. Всегда человек отдельной личности толпа находится в противоречии. Никогда то, что хорошо для толпы, не бывает хорошо для личности. Наоборот. И поэтому, когда мы слышим о том, что женщина гордится своими достижениями, что она смогла, сделала, вот это вступает в противоречие. Сидите-ка вы дома, варите кашу, и тогда все будет хорошо. Нет, не будет. Не будет. И не потому, что женщина умаляет достоинство мужчины и не позволяет ему стать той частью семьи, на которую можно перенести вот всю эту заботу. А потому, что сейчас изменение мира требует к тому, что есть такое понятие, как реализовать собственный потенциал какой-то. Этот потенциал не может быть ограничен только домом. Кому-то это нравится. Да, безусловно, здесь нет определенных правил. Каждый выбирает для себя. Но, тем не менее. Пишет нам Ван Гую, нас в ближайшем будущем ждет очередное изменение языка, потому что понятие женственности, на мой взгляд, стремительно устаревает. Я бы не сказала, что это устаревает, потому что остаются сексуальные отношения, остается все равно некоторое притяжение мужское. Сексуальные отношения, ты имеешь в виду кто кого все-таки? Нет, но все равно соблазн, он просто может идти по разным сценариям, но соблазн, флирт, кокетство и мужское, и женское, опять-таки оно очень разное. Это никто не отменял, иначе тогда вообще друг на друга перестанем обращать внимание. И запрос женственности изнутри меняется. Но сама женственность, как понятие, она сохраняется. Требования к друг другу меняются, ожидания меняются. Но женственность невозможно отменить так, как мужественность. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Прошу вас. Константин, Москва. Так. Я хочу сказать о своем опыте, как это все у меня в голове складывается. А, вы смотрите, я с детства наблюдал, как у меня была мама, которая тянула финансовую составляющую семьи, стратегию, планы и все прочее. И отец, который занимался больше бытом. Но при этом более женственной женщины и более мужественного мужчины я не видел и не вижу и сейчас, когда они уже в возрасте, когда они уже на пенсии, когда они уже столкнулись со старением, болезнями и всем прочими неприятностями. Я вижу, что все его... Я не думаю, что он сильно страдал по поводу того, что не он столб, на котором все держится. Но сейчас вся его мужественность, все его, возможно, непотраченные внешние проявления этой мужественности, они все помогают им. И теперь она была финансовой стеной, а он теперь вот эта защитная стена, за которой она не переживает ни про что, ни про онкологию, ни про что. Соответственно, вот этот пример у меня перед глазами. И поэтому мне 35, я вешу 110 килограммов, метр девяносто с бородой и пузом, но я не стесняюсь иногда мыслить, как мыслить женщины. И голосок такой женственный, кстати. Спасибо, спасибо за звонок. Знаете-то, о чем мне так думается? Это об отсутствии конкуренции. Вот когда внутри пары нет конкуренции, каждый не меряется чем-нибудь своим особенным, да? Мужчина не меряется женщиной своей силой, а женщина не меряется своим материнством, то тогда можно очень хорошо жить, имея разный характер, может быть, не очень вписывающийся в такой тону. Лена, тогда, для того, чтобы войти в такие отношения, надо в первую очередь воспитать уверенность в себе. В себе саму. Безусловно. Конечно, и женщине, и мужчине. Женщина не будет слушать подружек, которые ей говорят, твой-то. Что за отношения в браке, когда вы конкуренты, да, вот, неуверенность. Кстати говоря, Вить, по поводу нашей с тобой любимой книги «Задачи трех тел», между прочим. Мне наша с тобой не надо, не приписывай мне, я просто ее читал, так и не дочитал. Ой, кто кричал, два месяца, классная вещь. Я сказала, это неплохо, но я не дочитал, да. Елена нам вспоминает, Даш, помните, в «Задачи трех тел», когда героиня проснулась через 250 лет, она не видела мужчину. Потом ей объяснили, что вот они, выглядят просто так же, как и женщины. Вот норма, свобода. А все эти, мужское и женское, только у стариков. В головах архаизм. Помните, как... Ну что ж, хорошая фэнтези, может быть, через 250 лет оно так и произойдет, да. Помните, как на Красной площади приземляется тарелка, летающая, из него уходит два инопланетных волосатых чудовища. И, значит, всю Красную площадь, они туда-сюда, во все места, и даже Ильича, и так далее, женщины в оргазме, значит, бьются. Я одна такой, вы говорите, скажите, вас там таких много. Говорит, нас таких много, но тарелка только у меня и гиви. Это я вспомнил анекдот про мужественность. Так, ну а тем не менее, дорогие коллеги, я вам хочу сказать, что вот продолжается у нас, вот Олег из Москвы нам пишет, женственные и чувствительные ребятки всегда будут вставать за спины брутальных жестких мужиков. Слушайте, я вот так могу вам сказать, я видел такое количество брутальных жестких мужиков, которые на поверку, и зарабатывающих, и там, и они ММА, и там, и из зала НВВ, и баб у них миллион. Тряпки-тряпками. На самом деле, иногда так складывается ситуация, что абсолютные бабы внутри. Вот такие жизненные условия. Могу привести огромное количество примеров и в моей жизни. И когда их разваливается, их мужественность разваливается просто на глазах. Ты знаешь, Виктор, у меня все-таки вот такое ощущение, что все равно мужчина тоже человек, а ему отказывают в этой самой человечности практически лет с пяти. Интересное исследование было, принято считать, что девочки более эмоциональные, а мальчики вот они скупы на эмоции, вот такими они рождаются. Так вот, до трех лет, до пяти лет, мальчики в 16 раз эмоциональнее женщин, делали серьезные замеры, девочек. А к 16 годам от мальчиков, от их эмоциональности остается очень маленький процент, потому что идет воспитание, не плачь, не чувствуй, и так далее. Это же вещи, которые... И только единицы на поверку потом могут это во взрослой жизни... Конечно, это очень большая мужская проблема. Мы имеем тот же стереотип, вот как нам слушатели некоторые пишут, да самореализуйся ты сколько хочешь, но будь женственной, да? И я не понимаю, почему я должна соответствовать твоим представлениям о женщине. И то же самое вот эту брутальность у мужчин, которым женщины навешивают вот это и также отказывают в эмоциональности. А сколько женщин, извини меня, такие они изящные, обаятельные, мягкие. Да, ну просто, ну просто... Сейчас чувствуем юнки, все прямо обволакивающие. С жесткими, с жесткими характерами. Да, но яйца такие ли висят? Да, да, да. Что все мужики бородатые, со своими понтами дешевыми, мужскими, идут лесом просто сразу. И вызывают восторг у тех же самых мужчин, но, конечно, и конкуренция. Как печенье, плачут, лежат, потому что высылаются в сад. И ничего не могут с этим поделать, замыкаясь в своих примитивных мужских комплексах. Безусловно. Все, их рушится, их картина мира. И я хочу сказать, что это не сближение гендера. Это не про это. Это про то, что мы отказываем одному полу в человечности, отказываем в определенном типе поведения внутреннего хотя бы, да? И запрещаем, это почти под запретом, почти табуировано. И приходится ходить в качалку и за вот этими кубиками прятать свое живое. И в момент, когда наступает критический момент, это все как скорлупа разваливается. И там выходит человек, там выходит мальчишка. Вот тот мальчишка, которым в детстве не купили велосипед. Мы не говорим про авторитарные системы Востока, которые даже в наших некоторых республиках, где просто в социуме женщины забиты, коллективно. Там просто невозможно. Женщинами же при неправильном поведении. И женщинами в том числе. Друзья, Елена Новоселова в студии «Серебряного дождя», Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Женственность, слабость или сила? Ваши комментарии мы ждем на СМС-портал, Ватсап и Вайбер. Не забывайте про видеотрансляцию на канале «Серебряного дождя». Новоселова тайм. Доброе утро еще раз, друзья. Виктор Набутов, Дарья Гордеева, Елена Новоселова в студии «Серебряного дождя». Женственность, слабость или сила? Говорим мы сегодня примерно об этом. Значит, смотрите, уважаемые ведущие, я люблю ваши эфиры, но скоро уезжаю на совещание, хочу узнать одно. Виктор, судя по настроению, вчера развязался. Сообщите, если да, то я вечером тоже накачу Дмитрия Челябинова. Я скажу коротко, Дмитрий, накатывайте. Б, я не развязался. А ты завязывал? Ну, я как-то резко себя тут в разные события дисциплинировал, стал режимить, меньше пить, почти не пить. И более того, эти все три дня буду ходить на медитацию, заниматься дыханием. Короче, ребят, мы его потеряли. Простите. По поводу эмоциональности у брутальных мужчин, то, о чем мы говорили перед нашим небольшим перерывом, пишет нам Артем, вот сап, Артем 29 лет. Брутален, бородат, лыс, занимаюсь боксом в тяжелом весе, плачу в кинотеатрах при любой милой сцене. Любой хэппи-энд, так вообще реки слез. Плачу, когда смотрю на свою дочь. Тактилен, очень люблю обниматься, передавать и получать энергию от объятий. «Танцую вальс» и «Рок-н-ролл». Спасибо книгам по эзотерике, философии и прекрасному окружению, которое не дало суровому уральскому парню замкнуться. Вот браво! Сколько нужно мужественности, да? Истинной мужественности мужчине в образе брутального рассказать о своем внутреннем нежном мире. Ну, по крайней мере, в нашем обществе. Да, конечно, конечно. И я просто, что называется, аплодирую стоя, потому что это, хоть он это и проживает, но это общество не разрешает озвучивать. Вот, это ты, на самом деле, я думаю, что вообще ключевая история, потому что сколько людей, столько внутренних психотипов, на мой взгляд. Есть и женственные, мужественные мужчины снаружи, женственные внутри, и женственные снаружи, мужественные внутри. Как, например, Егор Тимурович Гайдар, который там многие из вас не любят. Неважно, я про психотип такой Винни с мягкой ручкой. Да, вот это я про руки хотела сказать. Но железяка такая. Железяка абсолютная. А вот чем больше внешней брутальности, тем на самом деле... Абсолютно. Абсолютно. В такие игры играл. Голова может свернуться. Я к тому, что действительно мы приходим к очень важной теме. Говоря о женственности. Что о различиях нашего социума, о чем ты говорила, и наших привычек в нашей стране, и, например, там Европа. Как нет, гей-эропа или не Европа. Там ты можешь позволить себе быть таким, каким ты есть. Какой ты есть. Это не значит, что ты там, извините меня, педик там. Нет, ты можешь, хочешь танцевать вальс, танцуй, и ты найдешь кучу таких же людей, единомышленников, и тебе никто не ткнет пальцем. Пальцем не скажет. Понимаешь? А здесь... Но при этом на фоне, вот насколько я вижу и знаю, да, конечно, я не эксперт и не изучала эту историю. Просто по личным каким-то впечатлениям от Европы отношение к семье значительно более стабильно и уважительно, чем в то обществе, где навязываются стереотипы и роли. А потому что союз свободных личностей. Конечно, конечно. И подходит, ты выбрал, никто не загоняет себя в некие несознательные, в некие социальные принятые рамки. Нет. И вот этот союз осознанный, с пониманием зачем, почему, два главных вопроса, да, когда мы создаем союзы, он настолько осмысленен, и в то же время он наполнен чувством, что одно другому не мешает совершенно, что они крепкие, эти семьи. И удивительно просто, как и мужчина, и женщина встают на защиту своей собственной семье, оставаясь при этом в том своем биологическом состоянии, который от рождения присущи сильная женщина и не очень сильный мужчина. Они прекрасно взаимодействуют. Бывший начальник, был ну просто гроза, высоченный, накачанный, сорокалетний, борзый мужик. Кого-то мне это напоминает. Его боялись все, очень строгие, очень требовательные. Как оказалось, дома был подкаблучный подкаблучник. Жена дюймочку крутила им вокруг пальца, он ходил в фартуке, готовил. Когда мы узнали, у нас честь, пишет нам Ольга из Рязани. Для меня это вообще, у меня таких случаев миллион. Ну вот только опять подкаблучник, понимаешь? Ну подкаблучник она называет. Да, это как-то неприятный стереотип. Во-первых, это компенсаторно. Нельзя быть все время... Ну можно быть дома готовить и прыгать вокруг жены, а можно ходить там, я не знаю, Ну рядом с ним женщина, которая умеет его расслабить, умеет стать для него важной, умеет стать для него ценностью, вот той самой ради чего мужчина... Так что ему хочется быть таким. Ему хочется быть таким, он это делает, потому что ему хочется. А компенсирует в другом месте. Ну вот смотрите, разные взгляды, да, мы принимаем разные мнения. Пишет нам, значит, ватсап. Удобно стало прятаться за форму «Я женственный, я женственная». Или наоборот, я мужественный, мужественная. Но никто из людей, по сути, так и не погружается в понятие, что же они значат. Все только кичатся и кричат о своих якобы чувствах, взятых из психологических тренингов, умных книг и все такое. Я думаю, что было бы неплохо, если бы каждый начал себя и разобрался в своих ощущениях. А то скоро мужчинам быть мужественными станет стыдно, ведь чувственным быть гораздо моднее, а женщинам сломя голову доказывать состоятельность мужскими путями. Вот к такой глупости мы идем. Это, во-первых, не глупость, да, потому что ничего по книжкам мир не изменишь, и по книжкам невозможно переформатировать личность и ее отношение к чему-то. Это сама жизнь меняет наши стереотипы взаимодействия. А что касается «Начитались и кричат», ну, те, кто кричат, наверное, не то читали. И отношение к тому, что если мужчина говорит и признается в том, что во мне есть вот эта мягкая, теплая часть, вызывает отторжение именно у тех, кто не согласен с тем, что в мужчине она должна быть. Да, вот именно это и вызывает такой протест. Конечно, главные слова мне произнесены были, мне кажется, в этой истории. Ребята, спокойно разбирайте. Вот почему надо ходить на медитацию и дышать? Дело хорошее. Во всех смыслах. Прекрасное. Во всех смыслах. Да-да-да, тебе он под видеотрансляцию уже пишет. Завязал, медитация, баба Набутов. Баб. Да. Да, ну не баба, любой человек попадает в стрессовую ситуацию, из нее надо выходить. Вот это хороший способ. И вы знаете, что я заметила? Суть не в этом, суть в том, что будьте такими, какие вы есть. У нас это очень плохо у всех получается. Мы все рабы каких-то социальных установок. Вот вы знаете, мужчины более старшего возраста, да, 60, допустим, 65, которые прошли, допустим, ну, такие боевые дороги, либо в бизнес, либо еще как-то, состоявшиеся, сильные. Вот именно к этому возрасту очень часто от них можно услышать. Все, что со мной случилось, это моя жена. То есть то, что фраза подкаблучника вот этого, да, это мерзопакость. Само слово отвратительное совершенно. Но вот они уже готовы это признать. То есть вот полная как бы состоятельная личность, когда это, для этого нужно очень много мужества, чтобы сказать, что не тянуть одеяло мелкотравчато на себя, не кричать, что она никто, я все. Я ее сделал, я ее содержал там и вообще всю жизнь на тебя положил, теперь хочу пожить для себя. А признать вот эту роль своей любимой женщины в собственной жизни, это великая мужская история. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе, вы в эфире. Да, спасибо большое. Очень рада вас слышать. Сегодня пятница, хороший день. Ну вот такая прекрасная тема женственность. Сила или слабо? А может быть, слабость вернее. Может быть, сила... А зачем женщине быть сильной? Да, тогда вопрос. Или, может быть, сила женщины в ее слабости? Можно... А что значит слабость? Что вы вкладываете в это? Что вы вкладываете в это? Ну, я не разделяю, я не говорю, что это хорошо, что это плохо. Понятно. То есть разрешить себе такой быть? Ну какой? Какой? То есть слабое знание? Давайте все в терминологии разберемся. Давайте, давайте разберемся. Как вы для себя формулируете? Слабое, возможно, скажем так, принять ситуацию та, которая тебе не свойственна в какой-то момент. И которая тебя будет раздражать внутренне все время? Да, да, да. Нет, в какой-то момент, да. Это гибкость. Это в какой-то момент, да. Ты же не можешь все время жить в такой ситуации. Да, да, это в какой-то момент. То есть, а потом в определенный момент твоя слабость становится твоей силой. Вот я не понимаю. Это не надо. Спасибо, но я, вот мы не можем определиться в терминологии. Вы знаете, я, когда мы говорим слабая женщина, то вот, как я это вижу, это то, что я ничего не могу. Сделай за меня. Меня надо защищать, носить на руках, обеспечивать и прочее. Потому что я женщина, и я же мать. Но для того, чтобы стать матерью, нужно огромное количество сил, чтобы просто этот период выдержать, да, начиная от беременности и первые три года ребенка. Все ложится на женщину, здесь слабый, но никак не будешь. Если будешь, то можешь упустить просто здоровье ребенка, его развитие и так далее. Силы от женщин требуются колоссальные. И если мы говорим, что слабость, чтобы быть гибкой, чтобы быть гибкой, опять-таки, нужно быть очень сильной. Нужно уметь договариваться с собой в какие-то моменты, когда-то чем-то недовольна. Уметь сказать об этом в правильный момент, когда тебя услышат, уметь понять своего мужчину, а вовремя промолчать, это не сила. Потому что открыть рот и начать говорить, значит, не проще. Слушай, я тебе могу сказать, что мы говорим о гибкости и мудрости. Конечно. И на самом деле это то, что женщине может быть больше свойственно от природы. Да. И как-то исторически так сложилось. На самом деле это мощнейшее мужское качество. Для мужчины это мощнейшее качество. Притягательное качество. я вот, например, очень категоричен, и мне там шлепнуть дверью и так далее. И в бизнесе это, кстати, проявляется. Но иногда способность там обдумать, успокоиться. Я подумаю. Всегда говорил моему дедушку в сложных ситуациях. Мне надо подумать. Проявить гибкость. гибкость не прогнуться, гибкость взять паузу, ля-ля-ля, вот это вот все, отпустить ситуацию. И плюс милосердие. И плюс милосердие. Руслан Искани очень хорошо написал про милосердие. Прекрасно просто, потому что в тот момент, когда в тебе все кипит, а твой мужчина бесил, вот здесь милосердие нужно для того, чтобы его просто не пристукнуть. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Новоселова Тайм. Так, ну что там пишут? Нам пишут брутальные мужчины. Ай, спасибо. Ключевая история, на мой взгляд, это подбирать общество под себя. Ведь нас делает окружение. Спасибо высшим силам, что у меня отличные друзья и наставники. И почти все они такие же, принимающие себя. Это вот дополнение прислал тот самый слушатель, который говорит, выгляжу брутально, но плачу, когда смотрю кино. Прекрасно. Я тоже, кстати говоря, плачу. Знаешь, какой мой любимый был фильм, когда мне было лет 20, например? Мне говорят, кудряшка сью. Ой, это очень хороший Да, я просто смотрел восемь раз. Я просто фактически рыдал над ним. Да, да, да. И вот мы об этом вспоминаем как о каком-то странном событии, как будто мужчина не должен сопереживать чему-то, да, испытывать вот таких эмоций. А в общем-то это нормально. Если ты их испытываешь, они твои, то это не подлежит ни обсуждению, ни тем более каким-то оценкам. И я думаю, что если бы мужчинам было бы позволено говорить об этой своей части души, то мы услышали бы очень много историй, очень щемящих про внутреннюю жизнь мужчины, но не положено. Не положено. А женщине положено. И это иногда здорово преувеличено теми же женщинами, чтобы подчеркнуть вот эту самую свою женственность пресловутую. Так, вот еще смотрите комментарии. Мне кажется, сила это вообще не про гендер. Сила для любого человека это брать ответственность за свои решения, помогать слабым, уметь прощать, признавать свои ошибки и прочие вещи, которые никакого отношения к полу не имеют. Вот согласна, однако же все равно в наших головах гендерное разделение присутствует. Присутствует. И пики летят в мужчин, а не в женщин. Есть ли женщина ответственная? Да, вот мы говорим ответственная женщина. Уважение, да, вызывает. Женщина, которая берет на себя сложные задачи, их успешно решает. Вау. Женщина, которая успевает и делать карьеру, и быть хорошей женой, и я не знаю там что еще. Надо же, это просто пример для подражания очень часто. И сдаются вопросы в том же ФБ, а как это ты все успеваешь? А расскажи, а может быть, у тебя есть какие-то рецепты для этого. Мужчина, который берет декрет, сидит, сидит, находится с детьми и занимается воспитанием. Вот таких чувств не вызывает, то, что будет вопрос. А он зарабатывает? А вот ты знаешь, на самом деле, опять, если так в паре комфортно, да, безусловно. Лидите вы все лесом, все лесом. Вы все такие, вот у вас пара такая женственная, а ты мужественная, и все сидят несчастные в итоге. А там, да, ну там другие роли, вот и они счастливы. В этом же в конечном счете смысл. Вот я всегда говорю, никогда нельзя допускать статистов в свои отношения. И нельзя допускать никакой информации, чтобы она обсуждалась с окружением, если это окружение хотя бы раз высказалась негативно по поводу той или иной роли в семье. Все в сад сразу. Это та ржавчина, которая начинает наполнять отношения из-за социальных стереотипов. Она может быть страшнее любых других событий, которые в семье могут случаться и, да, вызывать какие-то временные охлаждения или еще что-то. А вот смотрите, под видеотрансляцией нам пишут, все, конечно, у вас красиво на словах, но сейчас проявление слабости это опасно, сожрут. Проявление доброты очень часто начинают путать с лоховством. Ну, каждый живет в том мире... Нет, вы не будете лохами, но при этом вы можете быть... Нет, проявление доброты и слабости это не сожрут. Знаете, вот есть такая мысль о том, что ты живешь в том мире, который ты видишь. И если в вашей системе координат это так, значит, вы в той системе координат и живете. А если вы какую-то другую систему, например, да, для себя внутри принимаете, что люди скорее отзывчивые и добры, чем изображают себя волковы, да, и никакие не джунгли вокруг нас. А что вопрос того, как ты к этому сам относишься, то ты переселяешься в другую сторону луны. Это очень сложный вопрос. Вот это очень важный вопрос. Потому что, конечно, люди-то все сволочи. Чего ж греха таить. Циничные мрази, которые хотят тебя кинуть только либо как угодно в любом виде. Это очень сложно взять и поменять. Видеть во всем хорошее. Лен, что-нибудь для наших слушателей есть? Да, во-первых, у нас в течение эфира сегодняшнего дня идет промокод 2020 на все-все события, которые будут в ближайшее время. У нас там много новых интересных программ. Заходите на Василово, нижнее подчеркивание, тайм. И там же есть телефон нашего директора. Если что-то непонятно, звоните напрямую. И действительно ждет очень много-много вещей. А я вам желаю всем общаться, работать, дружить, отдыхать только с теми людьми, с кем хочется обняться. Да, и будьте такими, какие вы есть. И это возможно. Будьте такими, какие вы есть. Плевать, самое главное, на советы друзей, подруг, там, общественной установки и всякую прочую вещь. Обнимемся, коллеги. Обнимемся. Спасибо большое. Обнимашки. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут.